Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Весть Карачао-Черкесии. События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Реабилитация после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией. Такой центр рассчитан на 180 мест. Скоро откроется в Черкесске на базе медико-санитарной части. Целых три месяца здесь было безлюдно. Сегодня курорты Карачао-Черкесии встречают долгожданных гостей. Открыты кафе и гостиницы, но с соблюдением эпидемиологических правил. Почти 40 лет его голос звучал в эфире Республиканского радио. Он много лет трудился и в редакции газеты Карачао. Не стало известного журналиста, писателя Балуа Джозаева. Время летней каникулы в это время детей на велосипедах. Их все больше на улице. К сожалению, участились у случаев ДТП с участием юных велосипедистов. После 40-градусной жары сегодня на Карачао-Черкесию обрушился ливень, град и ураган ветер. Как сообщает в МЧС, комплекс неблагоприятных метеоявлений пришелся на Уиджигутинский, Малокарачаевский и Карачаевские районы. В станице Красногорска повалено деревья, повреждена газовая труба. Кроме того, в поселке Парвакубанском Карачаевского района повреждена кровля двух многоквартирных домов. Нанесен ущерб крышами еще в нескольких населенных пунктах. По информации уточняется, сильный дождь прошел и в Черкесске. Из-за сильного ветра на некоторых улицах повалены деревья. Тротуары напоминают лужайку в лесу с множеством шишек и листьев. По информации МЧС, пострадавших нет. Карачаево-Черкесия готовится к открытию реабилитационного центра для переболевших COVID-19. Он будет располагаться на базе медико-санитарной части под руководством главного врача Борис Бетимрезова. Разработана специальная программа по реабилитации переболевших COVID-19. Центр рассчитан на 180 коек, но пользоваться будут не больше половины, так как пациенты в палатах будут размещаться по одному-двое, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции. При прохождении реабилитации будут соблюдаться все санитарные нормы и правила, предписанные Роспотребнадзором в период угрозы распространения вируса. Реабилитация в центре абсолютно бесплатна. Продолжительность восстановительного лечения 14-16 дней. Вести из оперативного штаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4259. Из них 2738 человек выздоровели. В COVID-госпиталях проходит лечение 125 пациентов. Карачаево-Черкесия постепенно возвращается к обычному ритму жизни. Прерванная пандемия. В республике открыты продовольственные и непродовольственные магазины, предприятия, сферы услуг, кафе, рестораны. Курорты Домбай и Архыз начали принимать гостей. Работают канатные дороги. Как Домбай пробуждается ото сна, расскажет Мадина Каракетова. Альберт Батчаев старожил в Домбайе. Как приехал по распределению учителем вечерней школы 55 лет назад, Даги остался восхищенным местными красотами навсегда. В свободное от учительства время Альберт Мусаевич водил экскурсии по округе, переводил Омара Хаяма на Карачаевский. Опытному гиду, каковым он сумел стать за короткое время, доверяли сопровождать и иностранные делегации. «Я чувствовал себя бесконечно счастливым, наблюдая за восторгом туристов», рассказывает Альберт Батчаев. Особенно запомнились ему слова гостя из Швейцарии. В 1986 году из 58 стран приезжали крупнейшие ученые, академики, профессора, географы. Они изучали географию вообще и географию туризма. Задали вопрос, ну из Швейцарии был ученый, ну как, в Швейцарии красивее или здесь? А он так мудро ответил, что в Швейцарии есть все, кроме Дамбая. Дамбай сегодня продолжает привлекать гостей со всего мира, оставаясь любимым круглогодичным курортом. Зимой гостей привлекают горнолыжные трассы, сказочные зимние пейзажи, летом прогулки по первобытным лесам, таинственным тропам, отдыху древних моряных озер и горных пиков, овеянных легендами и преданиями. «Приедем еще!» «Давно ждали открытия?» Впервые в связи с пандемией ковид-19 Дамбай был закрыт для посещения. Сегодня он снова принимает гостей. «Приехали и так рады, что все открыто, и мы можем полюбоваться этими прелестями. Я, честно говоря, от гор в шоке, от этой красоты, снег, реки такие бурные. Просто у меня нет даже слова описать эту красоту. Очень довольна. Вот такое молоко, как кислое, как это? Айран, такая прелесть, обалденный. Потом такая вот колбаска еще. Я название запомнила, да, тоже пробовала. Да я много чего уже попробовала, очень нравится». «У нас вообще очень много эмоций. Мы впервые на Дамбайе. Очень прекрасные горы, природа, хороший воздух». «Повезло с гостиницей. Рекламировать не буду название». Все туристы отметили, что в Дамбайе, несмотря на снятие ограничений, очень серьезно подходят к вопросам безопасности и в гостиницах, и в сувенирных лавках. «Масочки лежат, антисептики, влажные салфетки. Все соблюдается». Да и на канатных дорогах не забывают о санитарно-эпидемиологических требованиях и социальной дистанции. «Нами была проведена определенная работа, то есть профилактические ремонтные мероприятия, а также санитарная обработка всех помещений, где могут находиться наши гости. В настоящее время канатная дорога работает. С 18-го числа в обычном режиме у нас работают три линии канатных дорог. Приняты необходимые меры, то есть защитные средства в достаточном количестве имеются. Каждое утро и каждый вечер после закрытия работы все кабины, на которым проезжают пассажиры, они обрабатываются специальными антисептическими средствами. И все места, где они, вот турникеты, места посадки, все у нас обрабатывается». В кабинке канатных путей сажают не более 3-4 человек. «Для всех желающих, кто хочет подняться наверх, на склон горы Мусачитара, полюбоваться видами главного Кавказского хребта и сделать селфи для Инстаграма, пожалуйста, смело приезжайте. Мы вас будем рады видеть. Но при этом хочу предупредить, что масочный режим соблюдается, поэтому при себе огромная просьба иметь маски, дезинфицирующие средства, так как это залог здоровья, залог вашей сохранности». Вот и остался где-то там, в 3200 метрах, поселок Дамбай. И канатная дорога доставила нас на самый верх, туда, где мирно соседствует жаркое солнце, крокусы и льды. Вот уже несколько дней, как Дамбай открыт для посещения. Туристам разрешили даже подняться на самую высокую смотровую площадку, так называемый шестой уровень, откуда открывается прекрасный вид на пик Дамбай-Юльген, на гору Суллахат и пик Алибек. С этими местами связана прекрасная легенда о смелой их девушке Суллахат, которая ценой своей жизни спасла народ. Величественный Дамбай авиан легендами и преданиями. Возможно, это и придает прекрасному краю его неповторимость. Ведь не зря каждый, кто сюда приезжает, пропитывается особой энергией этих мест, которые увозят с собой в далекие края и которые манят его обратно в горы. Ведь раз побывавший в Дамбайе, обязательно сюда возвращается. Мадина Каракетова, Алибастанов, Инна Мостовая, Вести, Карачаево-Черкесия. И вновь вернемся к погоде. Прогнозы на завтра от наших синоптиков. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. Вечером и во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 11-16, а днем 25-30. В северных районах высокая пожароопасность. В горах ночью плюс 5-10, днем 17-22. В Черкесии днем бессущественных осадков. Температура ночью 15-17, а днем 28-30 градусов тепла. Это Вести в прямом эфире. Мы продолжаем. Ушел из жизни наш коллега, известный журналист, писатель Балуа Юсуфович Джазаев. Почти 40 лет его голос звучал в эфире Республиканского радио. Позже он много лет родился в редакции газеты «Карачай». Его знали и любили. Он был не только хорошим журналистом, но и светлым, открытым человеком. До своего юбилея он не дожил всего два дня. Завтра ему исполнилось бы 80 лет. Этот репортаж мы готовили к юбилею Балуа Юсуфовича. И многие говорят о нем, как о живом. Ольга Савенко продолжит. В журналистику Балуа Джазаев пришел не сразу. Работал буречником-слесарем, учился в военно-морском училище. Долго искал свой жизненный путь, пока не понял. Живое слово, человеческие судьбы. Вот его призвание. Еще в школьные годы пробовал писать новеллы, рассказы. Поэтому в 1962 году поступил на филологический факультет Карачаево-Черкесского государственного педагогического института. Окончив вуз, пришел на работу в областной радиокомитет. Который почти на 40 лет стал для него родным домом. А профессия журналиста – единственной и любимой. Начинал карьеру в должности диктора. Но очень скоро стал корреспондентом. А затем и возглавил редакцию вещаний на карачаевском языке. Он одним из ведущих журналистов был у нас. Его передачи с удовольствием слушали у нас Карачаево-Черкесии и Кабарина-Балкарии. Джозаев объездил с микрофоном практически всю республику и списал километры пленок, многие из которых стали достоянием истории и сейчас хранятся в архивах ГТРК Карачаево-Черкесия. Круг интересов журналиста был самым разнообразным. Его коллеги знали – если нужна помощь, это к нему. Он был своего рода ходячей энциклопедией. Он все знал о жизни, истории республики, о ее лучших людях, интересных. Любой факт, который интересовал журналиста, можно было обратиться к нему с просьбой пояснить, он тут же мог дать ответ. Работал Джозаев без праздников и выходных. Так было всегда. И когда работал на радио, и когда пришел в газету «Карачай». У него было много творческих планов. В авторском багаже Балуа Джозаева 8 книг – «Алмаз», «Иса», «Имя мужское», «Непобежденный» и другие. Он – один из авторов фильма о депортации, ярость и мольба. Был принят в Союз писателей России. Печатался в республиках Средней Азии и Турции. Как журналист, он действительно от Бога был. У него очерки, статьи, это высшепрофессиональный уровень написаны. Балуа Джозаев награжден правительственными наградами. Удостоен звания заслуженный работник культуры и заслуженный журналист Карачава-Черкесии. За профессионализм его уважали, но любили за другие качества. Его благотворили, потому что каждому он что-то хорошее делал. Более надежного товарища, друга, чем Балуа, просто, наверное, не было у меня. Этот человек в любое время мог поддержать, мог сказать, объяснить. Он мог отдать свою последнюю рубашку. Настоящий сын своего народа он никогда не делил людей по национальностям, по их положению. Что у человека в душе, вот главное. Никогда я за ним, хоть малюсенький, вот так я не заметил, чтобы он свою национальность выпячивал или свою личность выпячивал. Ну, он очень, вот такой, я говорю, добродушный, доброжелательный был человек. Интернационалист, можно сказать, о нем. Все его любили, уважали. У Балуа Джозаева была непростая судьба. Пережил депортацию, голод, холод, предательство. Не раз терял самых близких людей. Но сумел сохранить доброе и отзывчивое сердце. Чужую беду воспринимал как свою. И также искренне радовался чужим победам. Балуа мы все любили за его открытость, за его человеколюбие. Он всех называл сестра моя. Он радовался всем. Он был другом и для старших, и для ровесников. Последние годы Балуа Юсуфи часто болел. И все-таки его вход стал настоящей трагедией не только для родных и близких, но и для нас, его коллег. Кажется, только вчера он был рядом. Шутил, смеялся. Сегодня всю ночь не спал. Не мог я уснуть. Очень большая утрата, что больше его нет. Мы с друзьями планировали завтра, 22 июля, прийти к нему. Мы знали, что он болеет. И хотели его настроение поднять, вспоминать, посидеть. Его в 80-летии отметить. Спи спокойно, дорогой товарищ. Светлая тебе память. Ольга Советко, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкисия. В Карачаевске сотрудники ГИБДД совместно с инспекторами ПДН и активистами общественного совета при межмуниципальном отделе внутренних дел Карачаевский провели плановую пропагандистско-информационную акцию по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей. Ахмат Халкищев подробнее. В период летних каникул безопасность детей-велосипедистов на особом контроле у полицейских. А связано это с тем, что с приходом лета ряды юных любителей двухколюсного транспорта пополняются. Как поясняют сами полицейские, одним из эффективных направлений в работе на упреждение является организация подобных ликбезов для юных граждан на тему безопасности дорожного движения. Дети – это наше будущее. Мы должны проводить, встречаться с ними, проводить профилактику. Большая просьба еще к родителям, чтобы усилили контроль. По Семейному кодексу под номером 63 родители несут ответственность за воспитание и развитие своих несовершеннолетних детей. Большая просьба, чтобы они усилили контроль, особенно в летнее время года, когда дети находятся на каникулах. Полицейские рассказали детям, что согласно правилам безопасности дорожного движения, выезжать на проезжую часть могут только лица, которым уже исполнилось 14 лет. А тем, кому меньше, развивать свои навыки езды на двухколесном транспорте разрешено только в строго отведенных для этого местах. В период летних каникул с участием детишек ДТП у нас увеличилось, к сожалению. Если в прошлом году у нас за полгода 6 ДТП было, в этом году у нас уже 10 ДТП с участием несовершеннолетних детей. Урок безопасности пропагандисты ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД Карачаевский организовали в формате увлекательной викторины. Дети отвечали на вопросы инспектора, отгадывали загадки и тем самым повышали уровень своих познаний. Ты в полной мере соблюдаешь вот эти правила, про которые полицейские вам сегодня рассказали? Или как-то где-то все-таки бывает нарушение иногда? Ну, те правила, которые я знаю, я пытаюсь соблюдать. А те, которые я только узнала, я буду соблюдать и помнить о них. Как определили организаторы, от участия в тематической викторине выиграли все. Всем детям полицейские подарили фликеры и раздали буклеты, в которых ценная информация о том, как обезопасить себя. Ахмат Халкечев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Таким был вторник Карачаева-Черкесия. Прямо сейчас продолжение сериала «Испытание». Приятного просмотра и ждите только добрых вестей. Субтитры создавал DimaTorzok